друзья всем добрый день с вами евгения канал сад дача живу я в подмосковье и в этом году осень у нас очень теплая начало октября розы все цветут и цветут и куча бутонов но я уже начала обрезать розы и решила что в этом году все что буду обрезать буду черенковать и пробовать укоренять лучше всего вот средняя часть укореняется я вот нарезаю на черенки с тремя четырьмя почками срезала вот веточку и и разрезаю на черенки когда побег вызрел то при нажатии на лист он отщелкивается просто дергать лист вниз нельзя мы травмируем почку вверху оставляю примерно один сантиметр выше листика снизу делаю косой срез и также немножко повреждаю секатором побег кору на побеге у меня здесь два сорта роз вот это розариум ютерсен сорт его нарезаю вот у меня получается где-то 4 черенка будет также нажимаю на листик в сторону он отщелкивается когда побег вызрел буду оставлять верхние листочки по два листочка также делаю косой срез и не зачищаю кору немножко вот оставляю по два маленьких листика вверху так как у нас еще месяц днем будет без мороза погода может розочки начнут укореняться все точно так же и на двух оставшихся череночках вот верхний черенок видите лист не очень отщелкивается видимо еще не совсем вызрел хотя вот колючки при нажатии хорошо отщелкивается это тоже говорит о том что побег вызрел оставляю по два маленьких листочка для питания этих побежков я буду конечно посматривать если они почернеют я их уберу но пока оставляю чтобы питание было побежком пока у нас тепло без морозов я живу в подмосковье вот и последний череночек также отщелкиваю иголочки и обрезаю листики вторая роза у меня пастела побег был вид надломлен вот вы видите на кончике мне бы все равно его пришлось срезать поэтому срезала и на черенкую также один побежек вот с тремя листочками второй тут согнут верхушечка не совсем вызрела но не ломается при сгибании тоже получается с тремя почками хотя вот колючки отщелкиваются хорошо но череночек мягковат ну ничего не ломается значит все хорошо надеюсь при живется все точно также снимаю колючки отщелкиваю и зачищаю кору немножко на конце побега листики убираю оставляю также по два маленьких листика раньше когда-то я много черенковала розы потом переключилась на другие растения многолетники одно время гортензии захватили меня но сейчас что-то захотелось опять черенковать розы буду высаживать за живой изгородь и у меня есть тенистое место вот готовлю почву к садовой земле добавляю немного торфа нейтрального и смешиваю убираю если попадаются корни сорняков и разбиваю комки перемешиваю грунт с торфом собираю мусор если вот попадается вот листья уже опавшие буду черенковать с помощью корневина вот летом я его вообще не применяла сейчас буду кончики черенков обмакивать в корневин потому что на зиму вот так обваливаю в корневине и вставляю землю грунт у меня рыхлый так что черенки спокойно входит они плотные можно ставить череночки под углом как у вас получается под углом 45 градусов некоторые я вот ставлю более ровно некоторые под углом даже больше чем 45 как получается два сорта будут у меня под разными бутылками я обрезала 5 литровые бутылки внутри измазала глиной чтобы от солнца тень была вот ставила череночки в землю проливая чтобы земля вокруг череночков плотно было чтобы не было пустот да и дождей у нас не было вот такие бутылки внутри смазала глиной хотя и тенистое место но все равно под этими бутылками они меня будут зимовать крышки я не закрываю чтобы была вентиляция а потом еще сухой листвы насыплю сверху вот так как укореняться весной буду показывать если видео было вам полезным поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал всем успехов черенкование